здравствуйте друзья среда у нас нынче и было штормовое предупреждение с утра ну как было там кто его но кто-то слышал кто-то знал многие люди сегодня вообще на работу не пошли если вы так хотите знать правду друзья это чистая правда многие люди сегодня не пошли на работу а чего не пошли потому что боялись ехать вот в этом самом дожде но с утра так вроде нормально было я даже не могу сказать где-нибудь обещали как в районе часа обещали какой-то шторм знаете шторм еще с каким-то там числом него не помню как-то так пронумеровали но я сам не не смотрел не интересовался люди знали у нас из офиса там пару человек сотрудников уехали засветло был дождик кто такой может быть ну вот может быть как сейчас может быть поменьше уехали засветло чтобы не ехать домой в темноте видите как бывает а сейчас ровно 8 часов вечера там ну плюс минус там пара минут но где-то мы в таком диапазоне видите как сейчас может сказать даже и нормально но я вам скажу пока я от машины дошел до машины дошел от козырька нашего офисного здания ну там может быть метров 25 я это очень хорошо почувствовал то есть не то слово как ну я правда курточки но и курточка почувствовала и штанишки и обувка там знаете не успевает утекать вода как-то луж много здесь уклон очень существенно если вы видите сейчас дорогу не знаю видно вам это или нет но уклон вправо очень существенно а вот там где у нас парк парковка возле офиса там нет там как-то все в лужах там хочется галоши знаете вот как когда-то у нас были в детстве я не знаю сейчас галоши бывают вот а у нас были ну конечно в детстве так у взрослых я помню время когда галоши были у взрослых когда я был еще пацаном вот взрослые совершенно мужики у них могла быть хорошая там дорогая обувь кожаная и они когда там по грязюке хлебать там на работу с работы они одевали прям настоящие такие резиновые галоши на эту обувь а когда приходили на работу галоши снимали они были снаружи черные а внутри красные это конечно больше галоши шли там с валенками у детишек ну не только у детишек потому что может они носили это на снегу там тоже носили но в городе уже как бы валенки не было вот так вот дождит в принципе мы как-то вот перестали радоваться маленьким радостям дождик это такая маленькая калифорнийская радость я тут на днях с человеком беседовал из лос-анджелеса он едет там учиться и говорю вот у нас дождик он горит и у нас дождик я буду так у вас наверное это обычное дело не дает он у нас еще реже чем у вас я вот тогда почему у них там каждый год леса догорят бог ты еще я маю в лужу какую попал очень видите что творится сегодня мне комментарии с утра там кто-то написал я тоже вот ехал на работу с утречка после клуба играет ой какие же у вас там хорошие дороги я вспомнил что когда начал вот этот блогить что называется мне часто делали такие замечания ну не не лично мне ну комментарии такие писали что боже какие ужасные дороги это кто же сказал что в америке хорошие дороги и так далее там все в трещинах и я начал смотреть потому что я в принципе никогда не обращал внимание на качество дорожного покрытия в том смысле что она как бы вполне нормальные я привык и тут нету ям в которые можно провалиться знаете то есть ничего такого тут нет чтобы вот беспокойство вызывало ну и стал смотреть и вижу ё-моё для трещины понимаешь а когда еще камера так знаете с бачком берет только эти трещины они надо в 10 раз больше кажутся по сравнению с тем как на самом деле есть как-то в камере особенно это гиперболично так ну вот и я переживал значит но я не то что я начну ездить там по другим улицам где покрытие лучше но тем не менее как-то я стал замечать и думать действительно как-то нехорошо получается роняем престиж страны а тут значит в этом city of sunny well где я живу вот в том месте где я живу примерно они начали массово обновлять асфальт это было несколько лет назад и я ехал значит по этим улицам которые тут параллельно значит так как-то полосами их обосфальте были таскать заново и наши зрители смотрели и смотри-ка сколько много асфальта кладут этого гудрона вот это или чё там сверху лежит это у нас там жмотятся или там воруют в общем были такие комментарии про как бы строительный процесс искать укладки асфальта дорожного покрытия как правильно сказать на это и другое правильно видимо асфальт это одно из один из видов дорожного покрытия ночью такие были потом все это улеглось и стала таким гладеньким хорошеньким таким темненьким еще знать такой темненький асфальтик такой кайф и прямо поскольку я уже внимание обращаю вот я уже смотрю думаю но не стыдно не стыдно перед нашим зрителям тут за всю америку понимаешь отдуваешься и надо сказать что самая жуткая дорога которую я в своей жизни видел попалась в нью-йорке мне это но это не дорога была это была улица нам нужно было заночевать в гостинице а летели мы там куда куда-то мы летели причем нужно было заночевать и был автобус такой ну знаете как в аэропортах бывает по гостиницам разводит вот был такой аэропортный автобус который нас и вез и вес он на минут 15 это не было прям вот уж совсем рядом вот эти 15 минут он ехал ехал брать так ну как город знает как всяко бывает но была какая-то улочка вот он ее проходил и такого я не видел в жизни то есть вот все таки я уже там 60 лет живу друзья такого я в жизни своей не видел дорога была как бы она существовала там но может быть так полметра вниз полметра вверх где-то ну как-то не так сразу яма на полметра но так как-то несколько таких уровней так уходит вниз рывками потом какие-то вверх потом какие-то куски асфальта заплатки и заплатки эти тоже толщиной невероятной потом заплатка на заплатке то есть это было что-то настолько жутко что на улице была пустынной что водитель нашего автобуса большую часть улицы прошел по встречной полосе потому что встречная полоса была получше вот так скажем не знаю чем это объяснить вот как бы различие в качестве назовем это дороже покрытие но вот если бы мне кто-то сказал этом показал бы видео до того и сказал бы вот там миша скажи вот там в америке такое вот я бы сказать и какие-то злобные значит там наймиты каких-нибудь иностранных спецслужб и мы даже знаем каких стран вот они показывают и так далее так далее но я это видел своими глазами поэтому могу так сказать что нет нет это не было злобные провокации хотя надо сказать что такого я больше не видел никогда вот раз жизни видел и больше нигде люди которые к нам приезжают они тут из разных мест найти а некоторые прямо на машине шпарят там из бостона какой-то или из чикаго или из вашингтона из штата из флориды могут приехать так на машине из техаса я их всех спрашиваю вот говорю как вот отличается калифорния от других штатов в смысле качество дорожного покрытия и они мне говорят вы знаете как правило всюду лучше чем в калифорнии как-то вот не так потрескана что ли я даже не знаю но тут лучше лучше качество покрытия то ли они его там самое каждый месяц заново там накатывают то ли там такой низкий трафик что она не разрушается но не могу сказать но в общем казалось бы климат то сухой знаете но в этом сухом климате тоже он строительство здесь но особенно дорог она на самом деле к наводнением таким дождевым не не очень приспособлено все-таки они сухие я очень много видел как учить такое построить новое идеальное просто но не знаю там вот всех расцеловать мамочки кто этим занимался не заметил лужу я бы запят я бы медленнее прошел я просто не видел а вот он смотришь там как пошли дожди но не просто дождик конечно так по серьезному пошли и проходит там три недели и уже начали какие-то куски выпадать уже что-то такое там появилось и так далее такое я тоже видел не то чтобы это массово не то чтобы это на каждом углу но это имеет место быть слушать я сейчас в эту лужу въехал я испугался я не того даже испугался что мне на стекло полыхнуло водой а то что может поехать машина там выливать пойти южем ну правда не видно вот я это вам видно вот вы видели что там нужно было большая нет так смотришь она и так все мокро я когда-то разговаривал с одним адвокатом который специализируется по автомобильным авариям то есть по компенсации в связи с авариями и он говорил для нас он говорит дождь это самое рабочее время потому что калифорнийцы не умеют водить под дождем дожди бывают так редко и вот человек едет там почти целый год да и вдруг там где-нибудь там я не знаю зимой вот как час январь вот в январе там была там неделя была дождью а он не привык он под дождем продолжает ехать так же как он ехал по суху вот как я сейчас в лужу эту заехал я даже не увидел вот и соответственно вот самое время для аварий у них оп а эту заметил но вроде она небольшая вот у них самое вот время для этих аварий дополнительных к обычному и соответственно они в этот момент начинают зарабатывать ну там процент вот отсуженного там и так далее так вот мы вам и едем а у меня еще сегодня среда поэтому мне надо в джим но я не знаю может быть я уже туда в джим не пойду а дома позанимаюсь у меня слава богу уже дома так много всего что я могу позаниматься дома вот в понедельник я например занимался дома ну поздно уже было в джим идти там где-то в пол двенадцатого собрался заниматься уже не пошел никуда у меня гантели там всех необходимых весов скамеечка есть ну из того что вот мы пользуемся я в основном кроме гантели и скамеечки гантели и скамеечки ничем и не пользуюсь ну так в принципе есть там и шведская стенка есть и мячи такие здоровенные есть там отжиматься отжимания делать ничего не нужно правда так берешь отжимаешь так что можно можно жить можно хорошую такую тренировочку на часок и потом несколько дней чувствовать себя спортсменом хотя в принципе у нас до до зала очень близко просто не хочется по улице ходить под дождем туда обратно а может пойти даже не за что не пойти правда с другой стороны друзья вот вы пошли бы вот напишите вот в этом смотрите и не пишите ничего а вы напишите я под таким дождем там не пойду стройки но поеду или там скажем я поеду но зал не пойду допустим или сказать а я вообще пешком бы пошел под зонтиком там если 10 минут пешком так что там можно и под зонтиком тоже правда но я даже в сухую погоду все равно пешком не едва еду на машинку близком но не знаю удобнее так сумка с собой знать там манат все при себе потом когда уже так на накачался там так что-то обратно идти проще ну-ка сейчас я хочу посильнее на окошко подуть вас слышите вы наверное слышите звук может быть сейчас увидите разницу на стекле а то что-то запотевает да наверное от моего дыхания друзья запотевает не просто так ну хорошо собственно я уже почти приехал ничего не осталось вот а у нас там в школе идет урок там класс битком забит наш слава такой звездный человек ведет курс по автоматическому тестированию автоматизированного как правильно сказать наверное то и другое правило вот это у него полный класс народу несмотря на бурю ураган люди хотят расти профессионально получать больше денежки и чувствовать себя более уверенно с точки зрения сохранности рабочего места даже вот например сейчас очень много разговоров о рецессии грядущей потише сделать а грядущей рецессии и тоже знаете как в этих условиях там например чтобы работу искать надо квалификациями так что в общем это неплохо неплохо а я чё там замотался так сегодня вот уже 8 уже пол девятом так вроде знаете там гири не таскаешь а усталость некоторые есть вот сейчас справа мы перекресток переедем и справа будет наш зал там не знаю вам видно не видно там написано 24 но плохо видно даже мне вот глазом плохо видно фитнес 24 там спорт вот это место где наш зал этот парковочка ты не очень сегодня забитая смотрю вот а вот там за светофором я и живу так что направо так что друзья все очень очень близко я с вами тогда на этом месте уже попрощаюсь и сосредоточиться на том чтобы добраться до дома безопасно счастливо